давай снимай снимаю снимаем и растянули шовчик и утюжим и утюжим и застаиваем чтобы не поднял чтобы он остыл да чтоб не поднялся ну конечно немножечко торопимся как всегда перевернули вот сюда и тоже прикололи растянули прикололи зафиксировали на краешке гладильной доски проработали этот шовчик тоже вот так садится ткань от утюга прижимаем ее прижимаем 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 ждем чтобы остыла убираем смотрите кладем вот так приучено видите и сутюживаем вот эту середину пусть она сядет отлично и будет нормальный размер смотрите насколько короче стало действительно сядут и будет нормально хотя и декотировала ткань вчера одну прогла ну там тоже сильно не пара нет он плюется вот на этом утюжка у нас первая часть закончена мы выворачиваем это все на лицо складываем пополам по стрелкам еще и вот эти шовчики булавочками у нас отрезаем потом по этому уголку по короткому или когда мы начиная сноровку делаем у нас уголок образовалась мы отрезаем по уголок захватываем так вот здесь я их тоже совмещаю и внизу совмещаю это как бы стрелки я сейчас буду наводить вот так вот так тоже видите совместила теперь и они у нас ну вот это вот ткань хорошо так подтянулась обычно вот тут вот такие такая слабина остается и здесь слабина вот такая остается ее надо убрать а тут убирать нечего вот они сами уже легли хорошо теперь вот эту линию делаем прямо вот эту линию без поворотов строго прямо и наводим стрелку и в этот момент мы вот так вот сутюживаем сутюживаем вот получается вот такая вот красивая линия с этой стороны подвинулись сюда и сутюживаем вот такими вот движениями вот такими вот эту слабину которая здесь есть мы ее сутюживаем ткань вот видите сюрприз в ткани слушается как не знаю что никаких фалк нет никаких ненужных нам заломов ничего нет поэтому но единственный сюрприз она все короче короче нормально я оставила все это учебно-тренировочная хоть что угодно делайте да они вон какие красивые да подойдут любом легоньки все вот на этом у нас утюжка закончена скалывайте вот здесь вот аккуратненько все ниже нарисованной линии и по нарисованной линии аккуратно все срезаете, оставляя 0,7 припуска на шов. А как сейчас ее вот уравнять? Сейчас никак не уравнять, потому что она не утюжена. Вот когда она будет поутюжена, а тут будет стоять вот эта ниточка, отталкиваясь от ниточки, но все равно вот с этим вот ребром будем делать. Ладно? Если хотите, до завтра, завтра можно сделать. Здесь, Оля, можно обметывать вот этот шов в заутюжку, потому что у нас здесь нет застежки. У Оли будет этот шов в заутюжку, но все остальное как учили. Да, удивительно, что из-за этой картины. Да, вот смотрите, какая красивая картинка. Да, Вить? Да, да. Мы смотрим вот на эту часть. Видите, я могла перетянуть вот это место, поэтому я сейчас возьму и вот так вот кусочек вот этот вот подровняю, чтобы он был ровненький. Вот этот переход надо делать ровненьким. Потом сверху я кладу вторую брючинку. Здесь их уравниваю, по ширине проверяю и внизу уравниваю. Понятно? Потом берем линеечку, вот эту. На второй, на правой брючинке у нас должна стоять меточка длины брюк. Мы кладем линеечку вот так, рисуем линию номер один. Но у меня 5 сантиметров было снизу, на низ. Вот примерно 5. 4 можно. Значит еще можно вот так вот делать. Рисуем на той брючинке вот эту линию, как на рукавчике, помните, говорили. И отодвигаемся на величину припуска на обработку данного участка. И отрезаем по этой линии. Это был первый этап осноровки брюк. Понятно? После этого технология обработки брюк. Вот эту линию надо нарисовать здесь и там еще 3 раза. Да? И после этого идем на оверлок, обметываем вот этот срез выровненный. Вот этот срез обметываем, потому что чаще всего мы его делаем в раз утюжку. У одной брючины, у второй. А потом мы сметываем вот этот вот шаг. Обычно застежка у нас вот здесь впереди. Значит она сметанная остается и проклеенная уже, и обметанная. А вот отсюда, вернее сказать вот отсюда мы начинаем их сшивать. До сих пор дошили, закрепку поставили и вернулись обратно. Проклеиваем в любом случае вот эту, где у нас застежка. Вот это мы сейчас проклеиваем. Проклеиваем тогда, когда здесь застежка. Да, где застежка. Если нет, значит вот в бок у нас проклеен будет. Да? Вот. Представьте, что мы вот это сметали и прострочили. Вход в молнию сметан. А если гульфик все равно делаем? Вход в гульфик сметан. Нет, нет. Проклеиваем тоже, да? Да, только на гульфик оставляем 3 сантиметра. И все 3 проклеиваем. Все сметано. Пошли на утюг. То, что вот здесь было сметано, разутюжили. Вот это утюжить нельзя. Да, это утюжить нельзя. На спинке вот этот кусочек разутюжили, вот это утюжить нельзя. Или на ребро с изнанки. Потому что это растянуть. Вот это растягиваем, а вот это тянуть нельзя ни в коем случае. Переднюю часть. Слонка называется. Ее никогда нельзя тянуть. Если вы ее вытянете, тут усы появятся. А вот это как раз надо тянуть. Господи. Да. Да? Да, да. Вот. А теперь, когда у вас уже двое брючек вместе, вы их кладете перед собой на стол. Вот так, как юбочку. Где вторая брюченка? Нет. Ой. Вообще. Потому что, у нас, если тянуть неживу тебя, он keeps vivir clears. Да. Это внутрь. Опять. Получ Quando его встречался. Получилось? Понятilde. Продолжение следует...